Требовал взятки с подчиненных, проводил оплату услуг мимо кассы и унес домой служебный телевизор. В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Республиканского центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. По версии следствия, в различные периоды в 2015-2017 годах в Чебоксарах обвиняемый практически ежемесячно, угрожая увольнением, требовал от пятерых подчиненных взятки на общую сумму более 200 тысяч рублей из выплачивавшихся им заработной платы либо материальной помощи. В тот же период он обеспечивал выплату в полном объеме заработной платы восьми подчиненным, а некоторым из них и материальной помощи. При этом им он предоставил возможность не присутствовать на рабочих местах на постоянной основе, а только в определенные дни. В последующем указанные работники передавали ему часть из начисленной им заработной платы и материальной помощи на общую сумму более 400 тысяч рублей, которыми он распоряжался по своему усмотрению. С апреля по июль прошлого года он лично мимо кассы получал от гражданки, которой был предоставлен временный приют в указанном учреждении, по 2000 рублей в месяц за оказание ей социальных услуг и ее проживание в сглавляемом центре, убедив женщину в выгодности своего предложения. Кроме того, в 2015 году имел место факт присвоения обвиняемым приобретенного для нужд возглавляемого им центра телевизора, который он перевез к себе домой, где был обнаружен и изъят следователем в ходе обыска по уголовному делу. По ходатайству следователя судом в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также наложен арест на его имущество, автомобиль Volkswagen Polo, земельный участок в Севастополе, иное недвижимое имущество в Чебоксарах, а также денежные средства и ювелирные изделия.